Нам даны три функции, и нужно определить, являются ли они чётными или нечётными. Я вам напомню, если подставить минус х в чётную функцию, то получится то же значение, что и для плюс х. f от минус х будет равно f от х. Для нечётной функции подстановка минус х даст значение минус f от х, а в остальных случаях функция нечётная не нечётная. Давайте проверим. Начнём с h от х. И, как обычно, нажмите паузу и попробуйте выяснить сами, без моей подсказки. Посмотрим, что случится, если я подставлю в h минус х. Получится минус 10 на минус х в одиннадцатой степени плюс минус х в девятой степени минус минус х в третьей степени плюс 7 на минус х. Чему это будет равно? Минус х в одиннадцатой степени будет равен минус х в одиннадцатой степени, потому что у нас здесь нечётная степень. Давайте запишем, что я сейчас сказала. Минус х в третьей степени – это всё равно, что минус х в третьей степени. То есть нечётная степень даст нам отрицательное значение. Аналогично минус х в седьмой степени будет равен минус х в седьмой. Можно подставить число. Скажем, минус один. Минус один в седьмой степени – это всё равно, что минус один в седьмой степени. Поэтому давайте я подпишу. Здесь у нас будет минус х в одиннадцатой степени. Здесь будет минус х в девятой степени. Эта запись означает, что мы сначала возведём число в степень, а потом припишем к нему минус. Здесь у нас будет минус х в кубе. А здесь у нас просто минус х. Итак, минус 10 на минус х в одиннадцатой степени, х в одиннадцатой, минус на минус даёт плюс. Получается плюс 10х в одиннадцатой степени. Далее, минус х в девятой степени. Вычитаем минус х в кубе. Получится плюс х в кубе. И останется минус 7х. Обратите внимание, эта запись очень похожа на эту, но все знаки поменялись. То есть это все равно, что умножить минус х на h от х. И получился минус h от х. Если все коэффициенты умножить на минус 1, то получится, что у меня вышло вот здесь h от минус х. Выходит, что h от минус х равно минус h от х. То есть у нас получается нечетная функция. Как вы могли уже заметить, это у нас сумма нечетных функций. Здесь у нас нечетная степень, и это слагаемая само по себе нечетная функция. А сумма нечетных функций также будет нечетной функцией. У них у всех х в нечетной степени. Значит, это нечетные функции. Теперь давайте рассмотрим. f от минус х равно минус 7. Минус х в шестой степени. То есть произведение шести отрицательных чисел будет положительным. Получится минус 7х в шестой. Плюс 3 умножить на минус х в четвертой степени. Минус 9 на минус х в квадрате. И плюс 8. Отрицательное число в шестой степени будет положительным. Это будет равно минус 7 умноженное на х в шестой. Плюс минус х в четвертой. Все равно, что просто х в четвертой. Минусы уйдут. Останется 3х в четвертой минус. Минус х в квадрате равно х в квадрате минус 9 на х в квадрате. Минус уйдет. Плюс 8. И получилась та же функция f от х. То есть f от минус х равно f от х. Функция f от х четная. И здесь это тоже неудивительно. Она представляет собой сумму четных функций. Все эти слагаемые симметричны относительно оси у. И если их сложить, получится четная функция. У каждого слагаемого х в четной степени. Шестая, четвертая, вторая. А вот это можно представить как х в нулевой. Теперь рассмотрим g от х. Функция g от х у нас вот здесь. Так, вот здесь у нас четная функция. Здесь тоже четная. Но вот это нечетная и это нечетная. Здесь третья степень, а здесь первая. Здесь смесь из четных и нечетных функций. Она вряд ли будет четной или нечетной. Это можно проверить. Запишем. g от минус х равняется минус х в четвертой степени. Это то же самое, что х в четвертой. То есть у нас здесь 3х в четвертой. Минус х в кубе – это минус от просто х в кубе. Получается плюс 10 на х в третий. Хотя давайте я запишу подробно. Минус х в четвертой минус 10 на минус х в кубе. Плюс минус х в квадрате минус минус х. Это просто х в четвертой. Это минус х в кубе. Это все равно, что х в квадрате. Здесь так минус х и остается. Получается 3 на х в четвертой. Минус 10 на минус х в кубе – это плюс 10х в кубе. Плюс х в квадрате минус на минус плюс х. Кажется, что это не совсем g от х, потому что у двух нечетных степеней поменялись знаки. Вот здесь сменились знаки, но они поменялись только у нескольких слагаемых. Знаки поменялись только у нечетных степеней. И эта функция нечетная, не нечетная. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них постараемся ответить. Спасибо.